Вот везет же моему поколению, а мы практически не успели походить в пионерах, мы не успели побыть комсомольцами, не успели пожить в нормальной стране, в которой действовало правило от каждого по способности, каждому по потребности. Ах да, в той стране ведь еще омерзительная социальная система была придумана, заканчиваешь вуз, а тебя сразу на работу распределяют, через какое-то время квартиру получаешь. Короче, на этот поезд мы тоже не успели, теперь походу еще и пенсионерами стать неуспеваемо, в общем, жизнь удалась, начинаем. А вопрос по референдуму относительно пенсионной реформы цик, как вы уже знаете, отклонил. Формулировка, которую придумала Памфилова, вот этой формулировке больше подошла бы характеристика поэтичная. Итак, внимание, наши граждане, брякнула Эллочка Санна, не обладают специальными знаниями для проведения подобного рода референдумов, поэтому нет. Обалдеть. Боксер Валуев, гимнастка Хоркина и даже религиозный фанатик Милонов обладают специальными знаниями, чтобы принять по этому поводу за нас решение, а мы лишь не обладаем. Жаль, что Мария Кожевникова депутатские полномочия из себя сложила, и Юлия Михалкова праймерис ЕР не прошла, а то бы в главной думской фракции полный комплект из наимудрейших собрался. Вам нравится, как я выгляжу? Что значит? Вам нравится, как я выгляжу? Это нравится всей стране. Вам нравится, как выглядят мои подруги? Я поняла по всем мужчинам, что нравится, и по всем женщинам тоже. Они умеют за собой следить, и я умею за собой следить. Если я умею следить за собой, то я смогу следить, помогать следить и за городом, и за областью, и за страной. Справедливости ради, давайте отметим, что не только сторонники партии власти способны следить за страной и принимать важнейшие решения за 140 миллионов человек. Видные оппозиционные деятели, я сейчас говорю о несистемной оппозиции, тоже оказываются в состоянии решить что-то за нас с вами, если возникнет такая необходимость. На минувшей неделе на большой сцене вновь появилась звезда мартовских выборов 2018. Ксения Собчак достали ведь ее из какого-то пыльного чулана. И как сказала свое веское слово, не одна она, кстати, высказалась. Про пенсионную реформу любимый в народе оппозиционный журналист с первого канала «Познер» свои пять копеек также вставил. И я считаю, что это правильно, что в 55 лет люди еще молодые, они хотят работать, они по факту и так работают по всей стране. И вот впервые какой-то позитивный шаг от этой власти. Пенсионная реформа. Да. В 55 лет это все, мы пробуем силы еще. Был, женщина еще женщина, мужчина еще мужчина. Ты совсем не то, что была гордата. В 50 лет старик. Вы еще старик 50 лет. А мне вот интересно, если бы Собчак работала недорогой, прости господи, ой, что я говорю, светской левицей, конечно же, свадьбы корпоративы недорога, скажем, асфальтоукладчицей. А Познер не с микрофоном бы умничал, а в забое с утра до вечера тусовался. Они бы того же мнения придерживались. Ведь очень удобно подобные речуги толкать, когда ты живешь в центре Москвы, в дорогой элитной квартире с отдельным лифтом и собственной котельной. Получаешь зарплату, которую не платят всем вместе взятым шахтерам за Байкалия, когда за тобой каждое утро присылают машину с водителем и везут в теплый офис. Там тебе кто-то приносит кофе, кто-то даже массаж делает. На обед ты ходишь в ресторан по соседству, и ты не знаешь, кто в том ресторане оплачивает твои счета. Ты в принципе не в курсе, сколько у тебя денег на банковской карточке или на телефоне. Ты живешь по системе он инклюзив, потому что чё так не работать? Да хоть до 100 лет молодым себя будешь чувствовать. А возьми-ка ты скальпель в зубы, господин непревзойденный интервьюер. Иду и оперировать больных раком где-нибудь в Волжском онкодиспансере. За 25 тыр, постоя у операционного стола по 15-18 часов в сутки на протяжении 20 лет, живя при этом в коммуналке на отшибе, а потом расскажешь всем нам о приливе юношеской бодрости, ближе к 55. Твою жизнь, вот странное у нас государство, в нем мутанты считаются элитой. Умалишенные занимают ответственные посты о 138 миллионов оставшихся деградантов, аплодируют происходящему и верят, что так и должно быть. Это реальная журналистика с новостями из мира прекрасного. Поехали! Кстати, о тех не совсем здоровых, на мой взгляд, людях, что ответственные посты у нас в стране занимает, равнение опять на Госдуму. Есть там такой народный избранник, который нет-нет, да появляется как чёртик из табакерки с какой-нибудь выдающейся инициативой. Я сейчас о сынишке заслуженного Д'Артаньяна в Сия-Руси Сергей Боярский. Его зовут недаром, говорят, на детях природа отдыхает. Так вот, этот мальчиш уже больше года ратует за цензуру в Рунете, противостоит виртуальным врагам государства, пытаясь угодить большому начальству, видимо, но обо всём по порядку. История эта началась минувшим летом. Тогда Серёжа огорошил публику, придумав законопроект о борьбе с соцсетями. А давайте, предложил Д'Артаньянок, запузырим неподъёмные штрафы для администраторов и владельцев сообществ в этих самых соцсетях, дабы отбить у них желание распространять неудобную для власти информацию. Сергей Михайлович, правда, такую инфу лживой назвал. Чтобы вы понимали, о чём речь, до 5 миллионов для физлиц и до 50 для юридических. О-то каких штрафов он говорил. Но чё-то не зашла эта идея, прошло время, и в США на днях прессанули некую девицу Бутину. Обвинив в шпионаже в пользу России, ничем эта девица особо не примечательна. Но для Серёжи оно стало поводом вернуться к забытой инициативе. Теперь только через закон об иностранных агентах. Браво, браво, юной табаке, далеко пойдёшь. А мы уйдём на север! А мы уйдём на север! А мы уйдём на север! Это Сергей Боярский. Вот он сидит на нашей шее просто потому, что он сын Михаила Боярского, любимого нашего актёра, адского единороса и ужасного пропутинца. Но всё равно замечательного советского актёра, которого все мы любим. И вместе с ним мы любим петь песню «Пора, пора, порадуемся». Но какого чёрта его сынулька, ничтожный маленький сынулька, который вообще непонятно откуда взялся, непонятно за какие заслуги сидит в Думе, почему он должен нам здесь приходить и бороться за чистоту информационного потока? А у меня другой вопрос возник. Вот откуда эти чучундрики берут такие цифры? С какого потолка? Как пенсии поднять на одну тысячу рублей? Их можем увеличить, мол, надо быть реалистами, сумма должна быть вменяемой, потому что, ага, а как штраф изобрести 5 миллионов за пост? Нормально, а чё? И ведь доведёт, не дай бог, этот депутат гороховый дел это до конца. Хотя не понимаю, как это возможно. Вообще-то соцсети не являются средствами массовой информации, а потому распространять там пользователь, по идее, может всё, что ему заблагорассудится, совсем по-русски. Ну все эти соцсети что-то вроде забора, на котором кто-то взял, да и написал «Вовка дурак». Чё, 5 лямов это должно стоить? Хотя мы ведь в России живём, и у нас тут чудеса случаются. К слову, о забоях и шахтёрах чуть выше говорил, а в Забайкале и в конце июля шахтёры объявили голодовку. Причина стара, как новая Россия. Людям в несколько месяцев не платят зарплату. У какого-то там банка с непонятным названием начались проблемы, но работодатель упорно перечисляет деньги исключительно через данный банк, продолжает это делать по сей день. В общем, зарплата за несколько месяцев в том банке зависла. Социальный взрыв назрел в регионе, да чё я вам рассказываю, сами смотрите. Вот сейчас даже предложением было разойтись по домам, а что они будут по домам? Дома придут, там голодные дети, уж чем они будут их кормить? Просто люди уже доведены до крайней точки киперной. Они терпели очень долго. Мы как бы со своей стороны всю информацию подавали для людей, что да, работа ведётся, но всё дело действительно в банке, который не хочет пропускать деньги от Урюмкана, надо рассунуть скрытник. Помогают родители. Пенсионеры, у меня мама инвалид. Вот родители помогают, чем могут, помогают. Дочь учится в ЧИТе, даже за квартиру нечем платить. Мы просто завтра уже придём с детьми, потому что, ну, кормить их нечем. Представляете, люди золото добывают и без зарплаты сидят. Объясните мне, в какой стране такое ещё возможно? В данный момент все эти 400 с лишним человек выживают исключительно за счёт пенсионеров, но мы же пенсионную реформу провести собираемся. А то иж наловчились благодаря пенсионерам выживать, когда их кидают, подыхать так подыхать. И безо всякой музыки, к слову, поржать напоследок хотите. А решили власти проблему-то в конце концов, угадайте как? По центральным каналам сообщили, что всё уже хорошо. Осталось только закон Серёжи Боярского принять, чтобы подобное ещё и в интернет не просачивалось, и вообще сказочной страной станем всё. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на неё сверху, вы найдёте больше гимнастики для ума. Заходите, просвещайтесь, пока есть такая возможность. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже масса интересного. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Короче, 10 километров от берега. Идём, идём такие, идём, идём. 15 даже. Чё, вы ожидали увидеть косатку? Х** я. Вот, пожалуйста, кабан. Здорово, дядька. Как ты тут, х**, оказался? Ох** еть вообще. Спасибо заBLE. web. Субтитры сделал DimaTorzok